Ангел мой, солнце мое, вы сейчас демонстрируете традиционное поведение российской прессы. Нет деления на литературу плохую или хорошую. Самый тиражируемый, популярный писатель Дарья Донцова. Я же не претендую на то, чтобы всем нравиться. Чтобы я когда-нибудь простила мужа, который мне изменил. Да вы что! Это юность, это молодость. Ну просто человек не до роста, а взросл в жизни. Какие люди справляются с такими страшными испытаниями, как онкология, а какие нет? Без боли нет результата. За что мне это? А не тот вопрос, для чего мне это? Почему волнует людей тема литературных рабов? Кто это читал у Лис до конца? Вот я. У меня тема диплома была. И кто на самом деле реально? Хоть что-то понял. Да. Не надо путать журналистику с вливанием помоев на кого-то. Нет плохих людей. Есть люди, которые тебе не нравятся. Привет! Молодец! Ой, у вас сын Платон? Платон, да. Как у Димы Шипелева. У вас есть своя любимая детская книга? Да. Король-Матеж Первый, Януш Корчик. Я обрыдалась в детстве, читая эту книгу. До того обрыдалась, что придумала потом книги, продолжение. По-настоящему русские народные сказки, их лучше не читать детям. Они очень, они очень злые. Ну там, где бабка, дед, она его там поколотила или там кто-то еще. Это вообще не так страшно. В общем, они намного хуже древнегреческих мифов, поверьте. Несмотря на все неприятности древнегреческих мифов, русские народные сказки их переплюнули. Я имею в виду такие, как Репка, там же смысл какой. Если нас много, мы справимся по одному, мы не справимся. Дарья, я очень рада, что мы, наконец, вас заполучили. Вы очень редкий гость на Ютубе. Почему, кстати? Как-то мне не хочется туда ходить, вот и все. Те программы, которые я видела до сих пор, это набор стандартных вопросов, на которые человек уже отвечал сто раз. Это просто скучно. Это не связано с тем, что во времена, когда вы были журналистом, и вас уволили за то, что вы неправильно фамилию написали, и что были такие жесткие стандарты. Сейчас этих стандартов нет, и кто во что гораст. Свобода слова — это не свобода врать. Свобода слова — это соблюдение закона. Это никак не свобода врать. А, к сожалению, очень многие издания, некоторые люди восприняли, что, в общем-то, в принципе, можно говорить все, что сам придумал, чего на самом деле никогда не было. Повторять какие-то сплетни без проверки. Журналист — это предполагает серьезное образование. В первую очередь филологическое. Умение построить фразу, знать, что слова, слово, допустим, ввиду таких-то обстоятельств пишется вместе, а ввиду вот этого моста будет писаться отдельно, если имеется в виду смотреть на этот мост. Ну, какая-то элементарная грамотность, она должна присутствовать. И потом, конечно, хорошо бы, чтобы к интервью готовились, задавали бы какие-то вопросы, которые были бы интересны не только предполагаемой тобой публике, но и тому, кто перед тобой сидит. Меня учили, так сказать, монстры советской журналистики. И Сева Шевцов такой был, ответственный секретарь газеты «Вечерняя Москва». И он мне один раз сказал, знаешь, как человека полностью, вот когда он перед тобой раскроется и все тебе расскажет? Я говорю, когда? Он говорит, это в тот момент, когда вот он сел перед тобой, а ты уже о нем начитался там, и он тебе изначально не нравится. А он перед тобой сел, тебе надо у него брать интервью, вот ты его полюби. Он пахнет алкоголем, у него нет зубов, у него мятая рубашка. И вообще он матерится через каждое слово. Ты его полюби. Ты попытайся увидеть в нем что-то интересное, хорошее. Вот на эти, так сказать, время, когда он дает тебе интервью, ты его полюби. И как только он это поймет, он перед тобой весь вот так вот раскроется. И это правда. Сегодня на Ютубе очень популярен жанр интервью, которые призваны, так скажем, вывести героя на чистую воду. Если интервью прошло ровно и гладко, и если там была попытка что-то проанализировать, это немножко такой олдскульный формат, в который себя изжил. А настоящее, как сейчас модно говорить, трушное интервью на Ютубе должно быть обязательно с какими-то острыми вопросами, разоблачением. Пример вам из советской журналистики. Был такой американский президент Рузвельт. Он был инвалид и ездил в инвалидной коляске. У него была дочь, к сожалению, алкоголичка. И об этом все знали. Книга «Рузвельт и Гопкинс» была издана в России, и воспоминания его секретаря Гопкинса. Это ситуация из этой книги. Рузвельт прилетел в Москву с визитом. И тогда журналистский пол мог стоять на лётном поле. В тот момент, когда открылась дверь, и люди стали выносить инвалидную коляску, фотокорреспондент ТАСС опустил камеру. Да они выпустили камеру, и все остальные журналисты. Они не хотели показать американского президента в немощи, потому что сначала коляска, а потом президента выносят на руках. И они не подняли фотоаппараты даже тогда, когда, спотыкаясь из самолёта, выпала дочь Рузвельта. Они этого не сделали из уважения к этому человеку. И этот факт потряс Гопкинса. Он тогда писал, что советские журналисты – это люди с большим сердцем. Гопкинс, побывав в России, секретарь Рузвельта был потрясён вообще тем, что он здесь всё видел. Его потрясли дети, которые в 30-градусный мороз ели мороженое и шли без шапки. У меня создалось впечатление, что он очень полюбил русских после этого визита. Это вообще очень интересная книжка. Сейчас в сети есть информация о том, что вы дочь разведчика. Я вообще ничего не знала, понимаете. Наверное, следовало бы догадаться, «Почему писателя хоронят на Доводевичьем кладбище? Группы везут на Вафете, по Садовому. Откуда-то безумное количество орденов и медалей, которых я не знала, не видела никогда». Ну вот как-то, знаете, я беременная на последних буквально днях, и как-то я вообще на это на всё внимание не обратила. Мама так и умерла, никогда ничего не рассказав. Знаете, такие вот были раньше толстые ежедневники. У папы их была кипа. Он туда что-то записывал всегда. Да, там. Я взяла первый ежедневник, стала его пролистывать, обнаружила записи на немецком языке. Меня так удивило. А он скрывал, что он знает немецкий? Был один, знаете, случай в моей жизни. Я училась в немецкой школе. У меня была няня немка в своё время, буквально с самого детства. И отсюда немецкое знание немецкого языка свободное. Я на нём заговорила раньше, чем на русском, понимаете. И я так удивилась. Думаю, ну надо же. И сейчас этого уже нет. Но был так называемый готический шрифт раньше. И его изучали в немецких классических гимназиях, эту готику. Она давно не использовалась. Сейчас даже букву вот эту вот СЦ отменили у немцев, которые я когда-то очень любила, эту букву. А в этом письме проскальзывали вот эти какие-то готика, буквы какие-то. Это было очень странно. А потом там нашлась книжка, выданная сотруднику ВЧК ОГПУ в 23-м или 22-м году о пенсии по ранению. А папа всегда говорил, что он 907-го года. Ну как-то не получалось, правда, по датам? Ну никак. Ну никак. 12 лет – никак, да? Меня это тоже удивило. Я так и не знаю, где он был. Ну то есть вам он никогда не рассказывал о своём прошлом из КГБ? Нет, он никогда ничего не рассказывал. Я вообще не знала, кто он. Я даже вообще не уверена, что он в этом КГБ работал. У меня нет никаких, то есть, как сказать, никаких разговоров на эту тему у нас в доме никогда не велось. Но когда уже всё это стало вспоминаться, я один раз сидела, делала немецкий урок грамматики. Отец очень редко заходил ко мне в комнату. Он говорит, ну что ты такая унылая? Я говорю, да, вот что-то упражнение не получается. Он говорит, что там? А танта Роза моя уже умерла, моя няня. Я говорю, да, говорю, пап, прости, но это немецкий. Сказала я, значит, набегая на то, что ты там ничего не понимаешь. Папа подошёл к моей тетради, посмотрел, посмотрел, и говорит, ну я, конечно, я немецкий не знаю, но я могу, знаешь, вот так вот чисто по красоте этой фразы написанной, могу тебе сказать, что я предполагаю, что вот у тебя здесь вот написана буква Н. А помнишь, как-то коротко, я бы поставил М и ушёл. Я смотрю на эту фразу, ставлю М, ой, всё сходится, всё сошлось, понимаете, да? Я подумала, ну знаете, как чисто, ну человек случайно угадал, да? В одном из интервью вы даже говорили, что однажды какой-то графолог… Да, графолог, который на него телевидение, первый канал, они попросили у меня ежедневник, я была очень удивлена. Значит, они отдали какому-то графологу. А он сказал, что это писал человек, который не учил немецкий, а думал на нём. Ну, как бы он с ним родился. И что определённо классическое образование, потому что вот эти готические буквы, которые проскальзывают, они проскальзывали только у тех, кто учил эту готику, вот, ну вот, понимаете, да? Я чего не знаю, правда? Ну складывается какая-то очень странная картина, если уж так откровенно говорить, да? Ну, утверждать что-то я не могу. Я всегда знала о том, что инвестировать – это выгодно. Деньги должны работать, а не лежать на счету мёртвым грузом. Думаю, любой, кто хоть чуть-чуть задумывается о своём материальном положении, знает об этом. Но знать – это одно, а вот делать – совсем другое. Каждый раз, когда я смотрела на эти графики, таблицы, списки, думала, когда-нибудь в другой раз надо ещё разобраться, чем акции отличаются от облигаций. Похоже, в другой раз всё-таки настало. Я установила себе приложение для инвестиций «Альфа Инвестиции». И самое классное, что оно рассчитано не только на тех, кто с ценными бумагами на «ты», но и на новичков, которые совершенно ничего в этом не понимают. Смотрите сами. Во-первых, открыть счёт в приложении очень просто. Во-вторых, чтобы вы не потерялись и не запутались, здесь есть советы и рекомендации от специалистов, а также тематические подборки, которые подскажут, с чего начать и какие ценные бумаги стоит покупать в первую очередь. Приложение находится в единой экосистеме «Альфа Банка», поэтому доход вы сможете легко перевести на собственный счёт. Это ещё не всё. Если у вас до сих пор нет брокерского счёта в «Альфа Инвестициях», то устанавливайте приложение прямо сейчас, а как только зарегистрируетесь в нём и купите две акции на общую сумму 1000 рублей, получите третью стоимостью до 10 000 рублей в подарок. Как вам такое начало инвестиционной деятельности? Узнаете все подробности об этой акции по ссылке в описании. А вы никогда не думали о том, что, возможно, это какая-то генетическая ваша предрасположенность, страсть к детективному жанру как раз передалась от того, что... Нет, нет, папа умер 63 года. И я всё ждала, когда мне стукнуло 63 года, по какому я пойду пути генетическому, по папиному или по маминым. Другого просто нет варианта. А почему надо до 63-х... А папа умер 63 года. У него было 7 инсультов до этого. Он после каждого инсульта вставал и умер он не от инсульта, в конце концов. Его уносили, скорая помощь, как носилки несут. Идёт сзади бабушка, идёт я иду. Отец, ну, недвижимый, ничего. И доктор какой-то такой говорит, ну, что вам сказать, Афанасья Константиновна, бабушка была дома, мама где-то была на гастролях. Вы же понимаете, ситуация сложная, скорее всего. Ну, в общем, целого готовьтесь, он мне произнёс, но оно читалось. И тут мой отец, у которого недвижимые руки, поднимает правую руку, что вообще невозможно, делает фигуру из трёх пальцев и показывает доктору. Потом так вот рука падает. А доктор говорит, что это было? Бабушка говорит, вы понимаете, она была очень интеллигентная женщина, такая, вы понимаете, Аркадь Николаевич хочет вам сказать, что он не собирается оставаться. Это очень было интересно. И вам всё-таки кажется, по какому генетическому пути вы пошли? По маминому, судя по тому, что я дожила до 69 лет, я пошла по маминому, у меня не было инсультов, я, очевидно, пошла генетикой в маму и в бабушку. Вы выросли в семье, если можно так сказать, с таким элитарным окружением. Все советские писатели, дача Переделкина, эти Симонов, Рождественский, Вознесенский, мама глава Москонцерта, отец писатель, и, как мы сейчас выяснили, возможно, имел отношение к каким-то структурам КГБ. У вас две гувернантки, немецкая и французская. Ваша мама, которая считала, что хорошая литература это только Куприн, Бунин, кто там Чехов. Чехов, Бунин и Куприн. Да, и тут вы начинаете увлекаться таким жанром билетристика, такой лёгкой, незатейливой литературой. Не было ли у вас ощущения, что ваш литературный вкус может пострадать? Ангел мой, солнце моё, вы сейчас демонстрируете традиционное поведение российской прессы. Сколько бы я ни общалась с западными журналистами, они ко мне довольно часто приходят, там этого вопроса нет никогда. Почему? Потому что там литература выстроена в нитку. И люди очень хорошо понимают, и читатели, и пресса, они понимают, что у литературы есть жанры. И каждому жанру своё время, и своё место, и у каждого жанра своя цель. Если вы хотите выучить китайский язык, Достоевский вам не в помощь. Ну как он вам поможет, правда? Для китайского языка нужен учебник китайского языка. Если вы хотите приблизиться к вере, для вас Евангелие. А если вы лежите в палате реанимации, и тихо там умираете, и вокруг вас умирают люди, то гениальное произведение смерти Ивана Ильича или один день Ивана Денисовича уже автор, другой писатель, оно вам не подойдёт. Потому что вы умираете сами, вам страшно, вам жутко. И вам надо, чтобы кто-то вас отвлёк вот от этого пи-пи-пи-пи аппарата, который к вам подключён. И тогда для вас кто? Александра Маринина, Таня Устивнова, Олег Рой, Дарья Донцова. Понимаете? Тогда для вас масса развлекательной литературы. Выбирайте, что вы хотите. Вы хотите любовный роман, я сейчас же о женщинах говорю, есть прекрасные писатели. Вы хотите какой-то боевик, значит, со стрельбой, это уже о мужчинах, да? Для вас есть литература. Вы хотите фантастику, прекрасно, но мысли о том, что мы все умрём, в палате реанимации никто принимать не будет, не захочет. Человеку страшно, понимаете? Нет деления на литературу низкую или высокую? Нет деления на литературу плохую или хорошую? Есть деления на литературу уместную или неуместную? Понимаете? Если вы на похоронах рассказываете анекдоты, на вас посмотрят странно, правда? А если вы делаете весёлые компании, то всё будут радоваться, улыбаться. Я прекрасно понимаю, что мы не в состоянии смотреть Тарковского с утра до ночи. Точно так же, как вы говорите про жанровые особенности. Это в любой сфере жизни. Если человек идёт покупать чипсы и потом возмущается, что там мало витаминов, он просто пришёл не по адресу. Ему надо покупать морковку, смузи полезные. Почему эта ситуация произошла в нашей стране? Откуда это появилось? С высока такое немножечко отношение к определённым жанрам, к фантастике, к любовному роману, к детективному роману, к приключенческому роману. По какой причине это вышло? У меня такая есть теория, что в 90-е, когда самая читающая страна в мире СССР или там уже Россия, хлынул вот этот поток вот Чейзов, Сидни Шелдон и самые-самые разные литературы. И в этот момент, конечно, это был огромный диссонанс с тем, что было принято раньше. Нет, вы не правы. Чейз попал в советскую страну давно. Журнал «Звезда Востока» и же с ним. Как-то держались на плаву, им разрешали там давать романы детективные. Чейз, за подписки на эти журналы шла драка, они были лимитированы. Поэтому нет, это пришло к нам давно. У меня дед выписывал роман газеты, я помню, где... Роман газеты этого не было. Там тоже были детективы порой, но вот скорее, как братья Вайнера и Агата Кристи. Вы были одной из тех медийных персон, кто подвергался критике очень много. Сейчас как-то это схлынуло, но был прям период. Вот как вы вырабатывали эту устойчивость к критике и даже хейту порой? Вы знаете, ну, во-первых, сейчас, например, я читаю только свой директ. Ну, говорят и говорят. В какой-то момент вы стали именем нарицательным и в КВН, и в Comedy Club. Вас там упоминали везде, где только можно и нельзя. Ну, хорошо, они говорят, и дальше что. Вы же живой человек, вас же не могло это не трогать, не ранить. Нет, вот это меня не волнует. Меня никогда не волновало чужое мнение обо мне. Ну, как-то, ну, я не знаю, почему. Мнение мужа — да. Мнение дочери — да. Мнение двух моих сыновей — да. Мнение моих невесток, моего зятя — определённо. Да? Мнение моих внуков. У меня есть несколько самых близких мне людей, которые как родственники. С одной подругой мы 62 года вместе, мы в детском саду познакомились, а с другой чуть меньше. Но тем не менее. Вот их мнение — да. Две самые главные нападки в ваш адрес, которые связаны с темой плагиата и с темой литературных рабов. По поводу литературных рабов, ангелы мои, я предлагаю включить логику. Вот так, логику на минуточку. Смотрите. Мне было 45, когда я принесла книгу. Значит, весила я килограмм на 10 меньше, чем сейчас. Был сентябрь, 6 сентября, день рождения моей дочери. Дочь сказала, что в её день рождения мне точно повезёт. Жара жуткая, на мне пальто, на два размера больше. Такая береточка. Из неё так вот три волосинки торчат. У меня какая-то химия. Вот это чудо. С рукописями припёрлась в издательство. Просто так, с улицы. И отдала эти книжки. А теперь встаньте на точку зрения издателя. Любой бизнес, книжный, тем более, это деньги. Оборот. Правильно? Вот к вам приходит такое чудо. Вы понятия не имеете, на что оно способно. И вообще, оно определённо больное. Я честно сказала, что я на химиотерапии. И он уж умрёт скоро. И вкладывать в него деньги. Делать ей бригаду с первой книжки. Интересная задача. Правда? Вложить в неё деньги, а потом оно отъедет к Господу нашему. И её хоронить. Это же деньги-то похороненные. Странно. Потом. Почему выбрали меня? 45 лет. Не самая молодая. Не самая красивая. Не самая умная. Почему я? Почему не какая-то другая, так сказать, девушка, которая такая бы, знаете, такая красивая, роскошная, сидела бы под камерой и сейчас бы вам улыбалась? Почему я? Дальше ситуация делается ещё более странной. Сделана бригада, которая пишет и молчит. Вот интересно как. Ни разу ни один из членов бригады не выступил нигде. Ни на телевизоре, ни по радио. Они что-то молчат и до сих пор пишут, сидят в подвале. Но ещё интереснее. Умное издательство так всё просчитало. А что они не сделали? Бригада в мужском детективе, фантастики. Какая-то низководуха тут получается чисто не логическая. А во-вторых, вся страна знает, кто за меня пишет. Это мои мопсы. Я очень люблю дарить подарки. Для меня это настоящий ритуал. Ведь хороший подарок это не просто вещь. Это способ показать близкому человеку, как он важен для вас, как вы им дорожите. Поэтому каждый раз, когда я готовлюсь что-то подарить близкому человеку, я трачу очень много времени на поиск идеального подарка. Существуют классические подарки, которые, на мой взгляд, находятся вне времени. Это интересные книги, парфюм, часы. Несмотря на то, что часы можно считать универсальным подарком, подобрать подходящую модель определенному человеку это целое искусство. Я очень люблю Тесо. Это известный швейцарский бренд, производящий часы с 1853 года. У Тесо есть много самых разных моделей. И изысканные, украшенные бриллиантами, и строгие сдержанные модели, а также спортивные классические. Я долго не могла выбрать из актуальной коллекции, но потом решила, что впереди много новогодних мероприятий, а образ не должен повторяться. Так моя коллекция Тесо пополнилась сразу тремя моделями. Эти вы уже видели. Тесо PR100, Лэви Спорт, Шик, Хрона. Кварцевый хронограф с перламутровым циферблатом и покрытием цвета розового золота. Но в линейке PR100 также можно найти более лаконичные модели. Вторые, на мой взгляд, более женственные. Не зря они называются Белиссимо. Мне они понравились тем, что за счет римских цифр выглядит немного ретро. Ну и последнее я хотела обязательно построже, что-то классическое, поэтому остановилась на Tee My Lady. Кстати, в этой линейке есть разные расцветки и корпусы циферблата. Я бы показала вам кое-что еще под названием Тесо Джентльмен, которые составляют идеальную пару для них, но тогда боюсь, что кое-кто узнает о своем подарке слишком рано. Тесо – идеальный вариант для подарка себе и самым близким. Выбрать подходящую модель часов можно в любом из бутиков или в официальном интернет-магазине Tесо. Все адреса вы найдете на сайте, а также там вы сможете оформить заказ с бесплатной доставкой. Ссылку найдете в описании. Единственный аргумент, который мне казался небезосновательным, по-моему, в 13-м и 14-м годах вы написали по 130 и чуть ли не по 150 книг в год. Нет, это неправда. В Википедии такая цифра. И все подсчитали, что это надо книгу за два дня написать. Нет, и 250 у меня всего написано за столько лет. Ангел мой, у меня норма – 11 книг в год. Их 11 книг. Люди просто что думают? Они видят выпущенные книги. А с каждым годом количество выпущенных книг увеличивается. И сейчас вы можете увидеть в выпуске Дарьи Данцовой 150 книг. Но это не значит, что я их написала одновременно. Котеночек мой, где ум и логика. Её всегда надо включать, когда вы о чём-то таком думаете. Нет. Если вы посмотрите по документам палаты нашей, то вы тоже увидите, что там будет написано в этом году. Там 180. В этом. Да, в первые годы было 12, но их было всего 12. А на следующем году уже стало 24. А потом их стало, понимаете, это же прибавляемые, ну, это изданные книги. Но вы никогда не прибегали к услугам помощников. Почему вам волнует людей тема литературных рабов? Их должна волновать тема, нравится им эта книга или нет. А всё втажное. понимать, вы её написали или, может, вам кто-то помог? Я никогда не пользовалась литературными рабами. И это видно по тексту. Если вы филолог, но, правда, английская литература, то вы, читая Диккенса и читая Вальтера Скотта, всё-таки поймёте, что это разные писатели. Правда? Ну, конечно. Конечно. Но если вы будете читать мои книги, вы увидите, что это написано одним человеком. «Толпа неубеждаема». Потому что она толпа. И смысл переубеждать толпу, ангел мой, это, во-первых, непосильная задача, это раз. А, во-вторых, она не нужна. Потому что чем больше вы будете говорить «нет», тем больше толпа будет думать, что это «да». Вот и всё. Но у вас же бывает такое, что вы посмотрите любой документальный фильм и о чём-то измените своё мнение. У меня такое случалось. Документальный фильм, да. Могу изменить своё мнение, если я посмотрю на какого-то человека, да, с которым шёл какой-то интересный разговор, а мне этот человек казался, ну, может быть, не очень интересным собеседником. Да, но тут я, так сказать, вижу, что я неправильно, я ошибалась, ошибалась в этом человеке. Это да. Один раз запущенный кем-то слух, он ходит, он бродит, он собирает аудиторию. А зачем с этим бороться-то? Если вы спрашиваете, пишу я сама или не пишу, я сама, вы задаете этот вопрос в интернете и посмотрите, что вам ответят. Вот и всё. Задайте его у меня в Инстаграм. Мне кажется, вы очень хорошо привели аргументацию, что на самом-то деле цифры Википедии, которые так всех смущают, это имеется в виду суммарный тираж всех выпущенных книг, которые не много написаны. Ну, было странно, что люди этого не понимают. Не понимаю, но я тоже не понимала, то, что написано год и такое-то количество книг. Как год вышедших книг, ненаписанных. Никто не считает написанные книги. Это статистика. Она считает то, что вышло. Это же деньги. Это связано с налогообложением. Понимаете? Когда я пришла с первой рукописью в издательство «Эксмо», которому сегодня исполняется 30 лет, и который для меня мой родной дом, я очень хорошо помню первый офис наш, такой коридор, составленный бумажными папками, даже я размером, чуть больше мыши там не могла никак пройти, как следом. Вот сейчас 30 лет уже. И я пришла со своими первыми пятью книгами, издательство впало в ступор. Вроде и напечатать хочется. Куда мы это денем? Куда мы всунем вот этот детектив, в котором, так сказать, безумные тетеньки с собаками, кошками. Куда, куда? Это не лезло ни в одну серию. Уже работала Александра Маринина, уже работала Танечка Полякова «Царствие небесное». И вот, куда меня-то сумнуть, я не лезла и в эти серии. И они тогда рискнули, сделали серию под меня, она сразу улетела. Детективы существовали и в советские годы. И в библиотеках записывались, знаете, в очередь, в тетрадочки такие записывали, чтобы дали нам детектив или чтобы нам дали книжку Люси Уваровой, Людмилы Уваровой. К сожалению, забытая писательница, автор дамских советских романов. Она прекрасно их писала. А теперь Роза Ермольева, жена Семёна Кузьмича Цвигуна, папиного ближайшего друга, ближайшая подруга моей мамы, не могла писать под фамилией Цвигун, потому что муж Замандроповой. И она писала прекрасные, замечательные, великолепные женские истории, над которым обрадалась полстраны тогда. У неё книжки уходили в один... Я, честно говоря, даже не слышала этого имени. Ну, вы как-то были вне этого. Семья филологов выпала, очевидно, из течения литературы. Нет, но ваше имя я знаю очень давно, несмотря на то, что я очень долго сопротивлялась. И у меня был тоже такой момент, что когда училась на филфаке, там, между Гоффманом и Сервантесом, во-первых, и времени, и сил не было, задавали очень много. Надо было в день читать по 300 страниц, чтобы успеть прочитать всю программу. 300 страниц Сервантеса, это проглотить их непрожёванным куском, чтобы сдать экзамен. Практически, да. Иначе никак. Вот если прочитать всё, что задавали, это было невозможно. Я не знаю, мой муж, профессор, академик, декан факультета психологии долгие года, говорил, что студент глотает... Говорит до сих пор, что студент глотает перед экзаменом непрожёванным куском комок знаний. А потом, когда он выходит из этой аудитории, этот комок знаний из него выпадает естественным путём. И, соответственно, в голове у него ничего не остаётся. Мне кажется, например, те авторы, которым студент филфака питает особую любовь и привязанность, это остаётся. У меня был профиль английский модернизм. Там я всё помню прекрасно. Что касается Сервантеса, понятное дело, есть что освежить, есть что перечитать, но не суть. Нам тогда оказалось, что мы себе никогда не можем позволить пойти купить в переходе какой-то роман. Ну это юношеское, простите, пожалуйста. Вот эти вот растопыренные пальцы, я никогда не буду жарить котлеты, фу. Я никогда не уйду в пелёнки, чтобы я когда-нибудь простила мужа, который мне изменил. Да вы что? Это девочки. Это юность, это молодость. Просто человек не дорос до взрослой жизни. И нет понимания того, что все люди разные. И если что-то не нравится тебе, это не обязательно, что это не нравится другому человеку. Это надо каким-то образом принимать. И что в жизни встретится, может быть, тебе человек, которого ты будешь очень любить. Бесконечно будешь любить. Но он будет ковырять пальцем в носу. У него будет такая привычка. И ты ничего с ней не сделаешь. У него папа ковырял в носу, дедушка ковырял в носу, теперь он ковыряет в носу. А ты с детства думаешь, ой, ковырять в носу. Это же фу. А он ковыряет, а ты его любишь. Понимаете, бывает паспортный возраст, бывает возраст эмоциональный, а бывает возраст духовный. По паспорту тебе может быть не знаю, 40. По эмоциональному тебе может быть пять, а по духовному за сто. Это возрасты, они совершенно не совпадающие, не совпадающие в человеке. То, что вы говорите, это свойство юности. Очень с таким строгим оценком. У меня была такая история, журналистка одна, она всё время писала, что как-то так не очень при меня хорошо, а я как-то, я не расстраиваюсь на эту тему. Ну пишет и пишет. А потом, спустя какое-то время, может лет пять или шесть, мы с ней столкнулись на юбилее одного радио, у меня программу там вела. Я вижу, она ко мне идёт. Она раньше всегда подходила ко мне и говорила мне, всё, что она про меня думает, мне в лицо. Я думаю, ну вот, я так хотела хорошо поесть. А сейчас она придёт и испортит мне весь аппетит. Думаю, ну ладно, пусть подходит. Она подходит, я ей улыбаюсь, говорю, здравствуйте. Она говорит, я пришла извиниться. Я говорю, за что? Вот. И оказалось, что у неё умирала мама. Очень тяжело, страшно и долго. И мама стала читать мои книги. Она говорит, а я вам благодарна, что вы скрасили моей маме. Она вас читала, она как бы забывала, что ей больно, она смеялась. Я говорю, ну, хорошо, что я помогла вашей маме. То есть как-то меняются какие-то жизненные обстоятельства. Потом, я же не претендую на то, чтобы всем нравиться. Это невозможно. Есть люди, которые меня терпеть, не могут вот за эту вот манеру щуриться и моргать. Другим я не нравлюсь, потому что я похожа на полуобморочную мышь. Третьи считают меня глупой блондинкой. Это же огромное количество всего существует. Понимаете, в чём дело? Кстати, вот то, что вы сказали про умирающую маму, это самый частый комментарий, который я вообще вижу к любому обсуждению ваших произведений. Ваше творчество называют пилюлей от депрессии. Знаете, я вообще для чего пишу? Для чего сделан мой инстаграм? Инстаграм был сделан для помощи онкобольным. Я когда вылезла после всех моих операций и химии, то мы с одним телеведущим, очень моим близким другом, с Андрюшей Малаховым. А у нас родилась идея. Мы сидели в Останкино, там тогда было кафе «Макс». А я Андрюшу знаю очень много лет. Я не была ещё писательницей, старей, танцов. В общем, как-то очень давние у нас с ним отношения. И мы что-то сидели в кафе, мечтали о том, как у меня будут выпускаться книги. А он получит когда-нибудь свою собственную программу. А потом у него на самом деле получилась программа. И он мне позвонил. «Приходи». Я говорю, «Давай мы сделаем программу про онкологию». Это было закрыто, была тема табу. Онкобольные сидели в подвале и боялись высунуться наружу. Рак считался заразным. Это тёмные времена 99-го года. Я говорю, «Давай мы это сделаем. Я расскажу, что это лечится». И вот каким образом Андрюша ухитрился уговорить руководство Первого канала, я не знаю. Но он его уговорил. И это была первая программа про онкологию, которая вышла вообще. Это была тема табу. Боже, что бы получили? Сидел в агрессивный зал вообще. Агрессивнее некуда. Это было что-то. Но программа вышла. И как-то, знаете, кое-кого повернулось сознание. По крайней мере, бедные онкобольные перестали бояться, что они заразны. А потом была ещё одна программа. Там уже ведущая была женщина. И опять сидела в ужасно агрессивный зал, который стал кричать, что онкологии не было, что я пиарюсь на это. Хорошо запись была. Что я пиарюсь на этой теме. Всё такое и прочее. Я поняла, что, собственно говоря, у меня нет иного выхода. Я говорю, «Давайте камеру прикрою». Но попросить прикрыть камеры, это значит, что две-то точно будут работать. Вы хотели раздеться, показать, что вам аббатировали грудь. Я сняла с себя рубашку, я расстегнула бельё. Говорю, я могу снять брюки, там ещё хуже. Я никогда не забуду. Лица этой ведущей, с которой мы теперь в очень хороших отношениях, она до сих пор ведёт программу, она известная телеведущая, у неё упало лицо. Вы знаете, как упало, вот как объяснить, вот так вот. И такая, тишина в зале. Я говорю, после этого давайте продолжим запись. А дело всё на это самое. Попросила, говорю, это не идёт никуда и никуда не пошло. Где-то там, наверное, валяется в анавах телевидении. Два очень популярных комментария на одном ресурсе. Да, её принято ругать, поливаться ядом, демонстрировать сарказм и показывать какая-то высокоинтеллектуальная особа. А я люблю творчество Дарьи Донцовой, и это звучит, как признание в алкоголизме. Знаю, знаю, но не буду врать. Её книги помогают расслабиться после трудного дня, отгородиться от внешнего мира, выключить мозг. Не думаю, что у человека, который круглосуточно дежурит в больнице у койки близкого, тяжелобольного, хорошо пойдут великие умы вроде Достоевского и Джойса. А если не отвлекать себя в этой ситуации от горестных мыслей и боли, можно попросту сойти с ума. Знаете, у меня такой вопрос к людям, которые пишут про Джойса. Кто из них дочитал Улисс до конца? Вот я. У меня тема диплома была. Нет, это другая ситуация. Я не беру филологов. Кто из них это дочитал? И кто на самом деле реально? Хоть что-то понял. Да? Потому что там дешифратор нужен, чтобы все это понять. Мне было 11 лет. У нас были такие и на даче, и в квартире, вот такие полки, забитые книгами в квартире. Я по ним лазила, по этим полкам. Я, по-моему, лет в 12 добралась до Анатолия Франца «Остров пингвинов». Я была упорная девочка, открыла книгу «Дочитывай». Я прочитала «Остров пингвинов». Я ничего не поняла. И Анатолий Франц для меня погиб на всю оставшуюся жизнь. А у меня и Инстаграм, и книги мои пишутся намеренно для того, чтобы люди поняли, что все будет хорошо. Даже если сейчас очень плохо, ты в какой-то яме сидишь, все будет хорошо. У меня особняком стоит детская серия книги «Сказки прекрасной долины». Они были написаны для взрослых, не для детей. Но в детской форме, с детскими картинками их читают дети. Она написана для тех, кто не может справиться с каким-либо горем. Там нет ни слова про православие. Вообще ничего. То есть ни одного слова. Но все мои знакомые батюшки разобрали их в воскресные школы. Про детективный жанр, который, по сути, вас сделали самым известным автором в нашей стране, самым тиражируемым, самым издаваемым. Нет, 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 не надо, пожалуйста. Потому что у нас самый лучший, самый первый автор это Александра Маринина. Это она пробила в бомб, бетонную стену, на которой был... Подождите, в книге рекордов Гиннеса Дарья Донцова у нас как самый издаваемый автор. Это не важно. Понимаете? Александра Маринина пробила в бомб бетонную стену, на которой было написано «Бабы детективы не пишут». Ей предлагали написать под мужским именем. Она прошла очень большой путь, чтобы вот... Она пробила эту стену. Она вышла. Её книги получили успех, и за ней побежали все мы. Она паровоз, мы вагоны. Возможно, она была первой, но самой известной, издаваемой по тиражам, по цифрам... Я просто больше написала. Вы написали около 250 книг? Ну да, примерно так. И общий суммарный тираж 200 миллионов экземпляров? Уже больше. Это получается почти по миллиону на книгу, а столько книг. И то есть, ну, ваш рекорд, он зафиксирован в книге рекордов Гиннеса. Ой, слушайте, это книга рекордов Гиннеса. Ну, тем не менее, это такой... Нет, они пришли ко мне домой. Два человека в костюмах, очень серьёзные. Вам надо сказать на камеру, здравствуйте, меня зовут так-то. Я сделала то-то. Я говорю, хорошо. Встала перед этой камерой и говорю, здравствуйте, меня зовут? И тут я поняла, что вот она, где засада. Я поворачиваюсь к помощнице и говорю, послушай, а как меня зовут? Я имела в виду Агриппина или Дарья. Ну, то есть, имя по паспорту или... Да, но выглядело это замечательно. Стоит сумасшедшая писательница и спрашивает, а как меня зовут? Это самая книга рекордов Гиннеса. Изменилась в лице. Вот этот незамысловатый позитив, который для людей оказывается такой спасительной таблеткой, вот этот оптимизм, которого людям порой не хватает для того, чтобы справиться с каким-то горем или даже просто в повседневной жизни убежать от каких-то проблем. Вы этот стиль, стилистику эту, вы её нащупали неосознанно? Ангел мой, я так живу, я так живу. Даша Васильева списана с меня. У неё мои собаки, мои дети, моя семья, да? Её непрактичность, это тоже? Да. Эти черты вам присущи? Это я, Даша Васильева. Ну, вот сказать, кое-что не моё, но в основном, в основном. Вообще, мои черты характера рассеяны по всем героям. Вот у каждого есть какая-то моя, одна определенная черта характера. А потом по поводу незамысловатого сюжета понимаете, какая ситуация. Во-первых, мало кто может догадаться, не прелистав до конца, что на самом деле произошло. Это первое. Не надо менять окружающий мир. Себя поменяй. И будешь жить прекрасно. Воспитывать мужа бесполезно. Не надо работать циркулярной пивой. Учись разговаривать. Что такое разговор? Мы сели, я и вы. У вас своё мнение, у меня своё мнение. Вы говорите ваше мнение, я его выслушиваю спокойно. Я не сижу с готовым мнением по проблеме. Я слушаю вас. И я понимаю, что вы говорите. А потом вы слушаете меня, и вы понимаете, что я вам говорю. И мы отсеиваем то, что нам двум не подходит. И берём то, что нам подходит. И рождается общее мнение. Мы пришли один раз с Аркашей, с маленьким моим сыном, в магазин. И он там разбил витрину. Ненарушно абсолютно. Ещё в советские годы. Осколками на пол. Мы, эти, значит, продавцы набежали, всё такое прочее. Я говорю, Аркашенька, у нас с тобой варианты решения этой проблемы. Вот они есть. Мы разбили вещь дорогую. Ненарушно, но разбили. У тебя есть копилка. Ты накопил какие-то деньги. Мы их вынем, отдадим в магазин за эту витрину. Раз. Второй вариант. Мы просим веник, совок. Мы заметаем эти стёкла, всё это моем, убираем, всё приводим в относительный порядок и зовём кого-то. У нас есть приятель, который придёт и сделает им новую витрину. Это второй вариант. Какие у тебя есть варианты? Естественно, Аркадий сказал, мы берём совок, потому что копилку жалко. Я говорю, а принесите нам, пожалуйста, совок и веник. И вот эти люди, которые только что кричали и были готовы нас убить, посмотрели на нас и сказали, что, что, что? Не надо. Мы всё сами уберём. У вас такой хороший мальчик. Мы же поняли, что он нечаянно всё. Говорю, мы здесь с приятелем, вперёд сделаем вам стекло. Хорошо, прекрасно, замечательно, всё. А теперь представьте, что мы начинаем им отваиваться в ответ. И что из этого будет? Нельзя, не надо так себя вести. Вот как это для людей донести? Я пытаюсь. Я пытаюсь это сделать через Дашу Васильеву, через Еввампию Романову, через Таню Сергееву. Они очень разные в семейной жизни, эти женщины. Я это пытаюсь сделать через Ивана Павловича Подушкина, которого вывести из себя просто практически невозможно. А зачем выходить из себя? Вот смотрите, вы же сказали, что Маринина была первая. Да. И в этом жанре сейчас, ну, не много, но несколько женщин-писателей довольно успешно функционируют. Но вы всё равно, ну, я не знаю, только буквально, может, последние годы по диражам кому-то стали уступать. Всегда были номер один, много лет, стабильно. ВЦИОМ, это Всемирный Центр опроса общественного мнения, постоянно делал свои исследования, и вас постоянно звали писателем года. Вот на фоне того, что в этом жанре работает много писателей, писателей-женщин, почему именно у вас такой огромный успех? Вы свою формулу успеха каким-то образом пытались? Я никогда не думала на эту тему. Ну, может быть, вот как раз вот эта тема, что какое-то жизнеутверждающее начало, надежда, оптимизм. Не знаю. Что именно после ваших книг у людей вот это ощущение безнадёги пропадает? В большинстве случаев я понимаю, что нет серьёзной проблемы для несчастья. Несчастная бедная женщина, у которой нету шубы. Она чувствует себя очень-очень печально. Послушай, ты проснулась. Ты проснулась. Обрадуйся. Кто-то не проснулся. Ты в коробке у метро живёшь? Нет. У тебя есть какая-то квартира. Твоя, не твоя, маленькая, большая. Радуйся. Ты позавтракала, у тебя есть кофе, чай, кусок сыра. У тебя нет куска сыра, у тебя есть хлебушка. У тебя нет хлебушка, у тебя есть крекер. Нет этого ничего. У тебя есть чай. Радоваться надо всему, постоянно, каждую минуту, потому что никто никогда никому не обещал, что он завтра проснётся. Нет этого обещания. Нам этого никто не пообещал. Ты можешь лечь спать и не проснуться. Ну, так радуйся. Радуйся. Тебя раздражает муж, который разбрасывает носки. Я тебе умоляю, возьми, подбери эти носки, брось их сама, куда там ты их бросаешь, и радуйся, что у тебя есть муж. Не работай пилой. Это так просто. Быть счастливой крайне просто. Не смотри туда, где лучше. Смотри туда, где хуже. Не надо смотреть в Инстаграме на девушку, которая делает фото из частного самолёта. Ну, во-первых, она бы, наверное, могла приехать куда-то и просто там сняться, а потом уехать. Значит, это довольно часто распространённая ситуация. Это раз. А во-вторых, ты так вот обернись и посмотри на соседку, которая ходит в драных туфлях, потому что у неё нет на них денег, а ты бежишь в новых туфлях. Вот порадуйся, порадуйся, что у тебя что-то есть и пожали соседку. Вот как бы с этого начинается счастье и радость. Вот люди такие плохие. Нет плохих людей. Есть люди, которые тебе не нравятся. Я не беру сейчас редкие, уникальные случаи серьёзной преступности. Да? Вот это я не беру. Это есть. Это я не беру. Но ты же с таким не живёшь. Ты же с ними, слава богу, не столкнулась. И, надеюсь, не столкнёшься никогда. Понимаете? Старушка на улице пнула тебя палкой. Не шипи ей вслед. Она несчастная. Счастливый человек не будет никого толкать палкой. Вероятно, она живёт одна. Вероятно, ей плохо. А ты её отругаешь. Ей немножко полегче станет, когда она тебе ответит. Но это на секунду. Ты к ней подойди, скажи, бабушка, дайте я вам помогу. Давайте я вам конфетку куплю, бабушка. Она определённо может заплакать в этот момент. Но ты вот это сделай. Не злись ни на кого. И вот через какое-то время жизнь же станет прекрасной. Я вот это пытаюсь объяснить людям. Жизнь станет прекрасной, когда ты перестанешь во всех видеть зло. Вот как только этого нет, понимаете, вот тогда всё хорошо. Иногда мне пишут женщины, у которых ребёнок один. Мне плохо, у меня послеродовая депрессия. Мне вот и мама помогает, и няня есть, а мне плохо. Я мать троих детей. Два рождённых собственноручно, третий пришёл вместе с мужем, но маленький. Это сын его от первого брака. И что-то как-то я так вот думаю, когда у меня была депрессия-то. А некогда. Есть старая французская поговорка, если её перевести, дьявол знает, чем занять пустую голову. То есть если ты не работаешь, ничего не делаешь, вот тебе точно в голову полёс какие-то плохие мысли. Причём вот только вот, только вот посиди месяц дома, и точно они у тебя в голову полисят. То есть лучшее лекарство быть занятым. Лучшее лекарство быть занятым. Это не значит, что надо носить мешки. Женщина, которая ведёт домашнее хозяйство, она молодец и умница, у неё несколько детей, у неё муж, у неё мама, у неё свекровь, она очень занята. То есть работа дома – это очень тяжёлая работа. В офисе иногда бывает намного легче. Но просто если ты что-то делаешь, то делай это хорошо, знаете, истово, да? Вот так вот, радостно. И не тяготись-то этим. Вот ты же этого хотела. Ты хотела мужа и детей, ты их получила, а теперь у тебя депрессия. Я, знаете, иногда думаю, что Стив Джобс вместе с командой, выпуская из пещеры дьявола, создавая интернет в кармане, абсолютно не предполагал, что на свет вылезет чудовище, и что люди откроются с ужасной стороны, с какой-то. Ни на одной из читательских встреч в, допустим, выставке на ВДНХ. Ко мне стоит очередь три раза вокруг ВДНХ. Потому что разные люди, да? То есть можно встать в эту очередь, подойти ко мне и сказать, какая я, ну, плохая. Это же можно. Не было ни одного человека. А в интернете их полно. У вас, кстати, были очень интересные рассуждения на тему того, что если человек оказался в каком-то тотальном одиночестве, значит, он себя как-то привёл к этому состоянию. Значит, как-то он организовал в своей жизни таким образом события, взаимодействия с людьми. Всё, что с нами происходит, мы сделали сами. Каждый человек кузнец своего несчастья. Тут с этим ничего нельзя поделать. Другой вопрос, что кто-то спохватывается в какой-то момент, да? И начинает менять свою жизнь. Я вот веду программу «Нас спас». Она в помощь больным людям. У меня сидят люди с такими болезнями, а тут вот как бы, да? Они выздоровели. Вот они рассказывают, как они вылезали из этой ямы, теряли родных, близких. Совершенно бывают потрясающие, невероятные люди. Лена такая Волохова, успешная, молодая, красивая женщина, ехала на машине, так сказать, «Спаси Господь». Трезвое всё. И в неё влетела машина. Лена очнулась в больнице без руки и без ноги. Понимаете, да? Несколько детей. Другая бы просто, наверное, легла бы и всё. Ну что, это не Лена. Лена научилась бегать на протезе. Раз. Она мне с гордостью говорила, «Я умею чистить картошку одной рукой». Это вообще невозможно. Но Лена научилась. А дом два этажа. У неё были тогда маленькие дети. Сейчас они выросли. Ну как спуститься на протезе-то? Спуститься очень тяжело. Подняться легко. Спуститься тяжело. Ноги нет от бедра. А она что сделала? Она взяла подушки, положила подушку на лестницу. И она с детьми ездила по лестнице на подушках. С визгом. Вот нам теперь так весело. Лена сделала фонд. Лена помогает людям. Лена бегает на этом протезе. И Лена счастлива. То есть до последнего предела своего тела. Люди по-разному всё воспринимают. И тот, который лишился пальцем ноги и умер, это как бы морально-внутренне, да? Ну, это же один путь. А Лена Волохова – это другой путь. Самая издаваемая книга всех времён – это, естественно, Библия. А на втором месте – «Красная книга Мао Цзэдуна». Программное произведение коммунистов. Там больше миллиарда переизданий. Ну, понятное дело, потому что Китай. И в этом ряду есть вы. То есть это мировой рейтинг. И можно ли сказать, что в первую очередь всё-таки причина такого огромного успеха всё-таки не сюжет, не образы, а вот то, что вы умудрились предложить для читателей какую-то психотерапию? Нет, солнце моё. Моего здесь очень мало. Я ретранслятор. Куда я втыкаюсь, я не понимаю. Я не знаю. Не спрашивайте. Вот это правда. Я реально этого не понимаю. Да я не знаю окончания книги никогда. Мне интереснее писать, чем людям читать. Он может пролистать. То есть вы не с конца придумаете, говорят, часто детектив придумывают с конца. Я вообще ничего не придумываю. Раскручивают от убийцы. Нет, я вообще ничего не придумываю. Мне очень трудно вам объяснить. Я отвечаю на все вопросы. Что я ем? Какая у меня косметика? Какое у меня бельё? Какая у меня машина? Да, пожалуйста, вам интересно знать. Мне не жалко. Но я не могу вам ответить на вопрос, откуда я беру книги. Я не знаю. Я помню только, как ко мне пришла первая книжка. Это, кажется, совершенно просто инфердальная такая ситуация немножко была. Я лежала в реанимации, а реанимация, она вне половая. Мужчины и женщины, да? И голые. Ну, прикрыт там пластиками, какими-то простынками. Ну, потому что у вас во всех местах торчат трубки, как вы догадываетесь. И я, вот как бы моя кровать была посередине, а здесь лежал, как мне показалось, один дедушка, а здесь другой. И эти два дедушки, они переговаривались через меня. А один другому говорит, мы умрём. Второй ему говорит, мы точно умрём. Но только не сегодня, а завтра. Другой говорит, да нет, вот эти вот сюда, да? Я сказала, дедушки, вы точно умрёте, а я нет. Перестаньте, вы мне надоели. Ну, и чтобы не остановить, а пожаловалась медсестре. Говорю, увезите их отсюда, или меня увезите. Она говорит, а куда? Эти аппараты только здесь. Ну, ладно, хорошо, а я жила-то в этой реанимации не один день. Меня как бы оперировали, привозили, ждали, потом опять оперировали, опять возвращали. И тут вдруг приходит медсестра, приносит книжку, 12 подвигов Геракова, Машину детскую, стопку бумаги и ручки. И приходит муж мой, его в реанимацию пустили, представляется, и говорит, о, ты всегда хотела писать, пиши. Я думаю, я хотела писать, он что-то перепутал. Ну, я же держу эту бумагу, да? И такая, знаете, лампочка точечная, такая, на прищепке. Мне разрешили ее прикрепить к кровати. Я думаю, как люди пишут? Я же журналист, мне нужна тема. Дайте мне тему. Открылся новый вокзал. Я вам напишу. А тут-то как? Я сижу. Лето, жара, май месяц. Окна нельзя открывать в реанимации, да? Ну, так сказать, какой-то там стеклопакет. Эти, слава богу, заснули, мои дедушки. Я сижу. И тут, знаете, открывается окна. Окошко. Я вас только очень прошу, не смейтесь. Открывается окошко. Появляется девушка в такой серенькой шубочке, такой ушаночке такой, так трясет ногами, напалу снег. Говорит, ну вот опять упала. Я вообще-то много раз выходила замуж, но каждый раз удачно. И пропадает. Я тогда все смотрю и записываю на бумажке. Я много раз выходила замуж, но каждый раз удачно. И как пошел, как поехала. И у вас просто вот из вас это полилось? Ну, не то слово. Я вышла из больницы с пятью книгами. Я тряслась, я не замечала дедушек этих. А стало ли для вас вот это новое увлечение, так скажем, вот это писательство, какой-то сублимацией? Вы же лежали не просто в больнице, вы лечились от онкологии. Ангел мой, я же не проводила собственный психоанализ. Я просто поняла, что мне это нравится. Вы, когда едите мороженое, это что, сублимация? Вы просто его жрете, потому что вкусно. Нет, но мы сейчас уже отдаемся отчет, что серотонин там повышается, еще что-то. Когда едите мороженое, вот вы идете по улице и думаете. Я иногда о себе думаю, да, если мне так хочется, думаю, то у меня, видимо, у них серотонина не хватает, надо. Ну, вы просто уникум, потому что обычные люди просто подходят к мороженому и начинают лопать две штуки, потому что оно вкусное, сладкое и холодное. Про серотонин думают редкие люди. Но для вас это была терапия? Вы писать начали, потому что... Я писать начала, потому что я не могла не писать. Я поняла, что меня сейчас разорвет на квачки, как воздушный шарик. Если я не буду писать. Это меня до сих пор таким образом. У меня весь дом знают. Если мне надо куда-то ехать, и у меня не дописаны мои страницы, ну, я же выйду, значит, и буду все время говорить, что я их не дописала. Ну, как же так? Ну, что ж такое? Ну, я же их не дописала. Ну, я же не допила вот кнопку, понимаете, да. А вы до сих пор от руки пишете? Да, я всегда пишу от руки. Я умею пользоваться компьютером, но он меня раздражает. Я начинаю думать, куда попасть пальцем. Понимаете, да? Я попадаю куда-то не туда. У меня 20 лет одна моя наборщица, уже больше 23 лет, которая разбирает мой почерк курицелапой. Вы, кстати, одна из первых начали говорить о важности психологического настроя во время любых каких-то серьезных жизненных испытаний. И мне очень понравилась цитата вашего мужа. Дипломированный психолог, психотерапевт. Конечно, он был первым студентом факультета психологии МГУ когда-то. И он сказал о том, что если бы стыдно было умирать, то люди жили бы до 150 лет, потому что вот то, что мы себе вот здесь программируем, очень сильно определяет наше бытие, так скажем. Какие люди справляются с такими страшными испытаниями, как онкология, а какие нет? Есть мнение, что те, кто опускают руки, издаются вот этот психологический настрой, если у них нет этой стойкости, то они сгорят быстрее. Ну, по опыту людей, которые сидят у меня в программе, по опыту героев, вы правы. Потому что это не зависит от тяжести болезни. У меня был совершенно замечательный человек, наш один эстрадный певец. У меня звезд бывает очень мало. У меня в основном простые люди, самые простые. Но этот человек у меня был на программе, он рассказал, что у него была одна онкология со смехом. С таким же смехом рассказал, что он заболел второй раз. А потом, говорит, ты представляешь, а потом у меня третий раз, я прихожу к доктору и говорю, что вы будете смеяться, но у меня опять онкология. Он выжил во всех вот этих трёх случаях, до сих пор работает. Вы примерно так же к этому относились. В одном из интервью вы даже немножко как-то так с иронией лёгкой рассказывали, даже про свои операции, про то, что вот это ощущение после химии похоже на токсикоз во время беременности или похмелье. Вы говорили, нечего бояться, это то же самое, что токсикоз и похмелье. Это абсолютно то же самое. Потом у меня есть книжка, которую я называю, книга написанная на унитазе. Вот замечательная книжка, это «Горькая сладкая месть». Она была написана на какой-то моей химии, я уж не помню на какой, потому что их было очень много. Но так как-то меня очень, какая-то была такая особо тошнотная, фрюлась после этого слова, я сидела в туалете, у меня там была такая маленькая скамеечка, значит, ну, закрыта крышка унитаза, на ней лежит рукопись, я себя радостно строчу. Потом что-то подкатывает, снимаешь рукопись, поднимаешь крышку, закрываешь крышку, кладёшь рукопись, работаешь дальше. В больнице было страшно много смешного. Моя книжка «Я очень хочу жить», к сожалению, бестселлер. У меня, знаете, есть такая мечта, что в один прекрасный день мне Олег Новиков звонит и говорит, знаешь, мы приняли решение, всё, не будем больше выпускать твою книгу «Я очень хочу жить», все выздоровели. Вот как-то, знаете, такая мечта есть. Но, к сожалению, это и разрастёт. Ну вот именно вот такое отношение, потому что я всё, то, что читала об онкологии и то, что я видела на примере каких-то друзей, знакомых, это всегда минорные интонации в обсуждении всего, что с этим связано. Это болезнь. У вас абсолютно другое к этому отношение. Ну это болезнь. Это всего-то болезнь, и она лечится. 20 с лишним лет назад, когда лечили меня, было две химии, красная и жёлтая. Их так больные называли. Жёлтая как бы, так сказать, менее ядовитая. Опять же, с точки зрения простого больного, а красная более ядовитая. От тошноты нам выписывали мотилиум, который, как я теперь понимаю, совершенно на эту тошноту не действует. Но тем не менее, нам её выписывали. Боже мой, а сколько было диспансере смешного. Я вам передать не могу, сейчас расскажу. Но сейчас же в онкологии российской, мировой, случился прорыв. Сейчас делают иммунную гистохимию и подбирают химию ему лично. Вот по его этому анализу. Понимаете? Сейчас уже понимают, что рак молочной железы бывает разных видов. Сейчас масса чего есть. Предположим, этого нет в вашем маленьком городе, в котором вы живёте. Вы российский гражданин, у вас есть полис ОМС. Открываем сайт Блохина, находим там заявление на консультацию, идём в районное место и требуем направления. Не дают направления, не имеют права не дать. По какой-то причине отказывают, грозите Минздравом. Пожалуйста, Минздрав дадут, добивайтесь. Приезжаете в Блохина, вы имеете право. Нет в вашей деревне, поехала в город. Нет в городе, поехала в район. Нет в районе, поехала в область. Нет в области, добралась в Москву. Да твоя жизнь сражайся за неё. Не сиди на попе ровно, сложив-то лапки. Не плачь, не ной, что тебя не лечат в деревне Тьму-Тараканское, где один врач-гинеколог онколог, педиатр, окулист и ещё психолог. У меня до Лагдауна были лекции благотворительные Марфа Мариинской обиции, или матушка мне зал дала. Онкобольные собирались, и, соответственно, была прокачка мозга у меня с ними два раза в месяц. Это болезнь. Она лечится. Особенно на ранних стадиях. Первая стадия рака молочной железы больше 90% выживаемости. Для статистики вам от гриппа 86. Но у вас была четвёртая стадия. Ну и что? Ну да, ну и что? У меня удалены лимфоузлы. И что вы это на мне замечаете? Это удаление этих лимфоузлов. Оп, у меня рука не поднимается. Да поднимаются руки бабы. Вот они, руки действуют. Просто прекрасно. Другой вопрос, что после операции ты выходишь вот так. И дальше она у тебя не идёт. Потому что у тебя там всё подрезано. А чтобы она у тебя пошла дальше, нужно каждый день подходить к стене и вот эту вот свою ручку вот так вот пальчиками перебирать и отмечать карандашиком. Вот сегодня я дошла сюда. Да? Вот так вот. А завтра я должна дойти сюда. Ой-ой, мне больно. Ой, я не буду, мне больно. Больно ходила вот так всю жизнь такой рукой. Без боли нет результата. Великий девиз – балета и цирка. Вот этот пуленепробиваемый оптимизм и жизнеутверждающий. Пуленепробиваемый оптимизм. Я должна это запомнить. И жизнеутверждающий. Такое начало во всём. Вы это сами в себе культивировали? Луизу Хэй читали какие-то там. Почему? Ну вот Луиза Хэй есть известная американская писательница, которая тоже победила Рак. И она на этом сделала огромное состояние, потому что она рассказывала как раз про важность психологического настроя. У неё какая-то научная доказательная база. Она это всё простым, понятным языком. Потому что главный, мне кажется, секрет успеха для массового любого продукта – это простота и доступность. И она стала дико, безумно просто популярной на Западе. Я вылезла. А когда я вылезла, мне захотелось вытащить других. У меня было там два случая в этой больнице интересных, полярных таких. Значит, к нам в палату пришла женщина, которая села на кровать и сказала, что она умрёт, что у неё всё плохо, она приехала умирать. У неё вырос сын, уже жизнь её закончена. А мы такие три делали. У нас было там пятеро, но в этот раз нас было трое. И мы, значит, на неё налетели. Да что ты, да что такое прочее. Посмотри на нас. Нас прооперировали. Мы живы. Сколько лет твоему сыну? То ли двенадцать, то ли тринадцать. Мы вообще её заклевали. Ты с ума сошла? Нет, у меня всё плохо. У меня так тяжело всё-всё. Она лежала целый день, плакала и говорила, что она умрёт. Мы пошли к нашему доктору. И говорим, может, правда, ей надо чем-то помочь? Он говорит, девочки, у неё первая стадия – секторальная резекция. Если нам отрезали всё радикально, то это просто удаляется из сектора груди. И всё. Мы говорим, а что она такая? Он говорит, вот не надо так себя вести. Так вести себя не надо. И мы на этом ушли из его кабинета. То проходит какое-то время. Его возят на операцию. Увезли и увезли. Потом, на следующий день приходит медсестра и стелит чистую кровать. Мы говорим, ой, её к нам назад вернут. Медсестра опускает глаза вниз. Говорит, не вернут. Она умерла. Мы говорим, ага, как? У неё была секторальная резекция. Она говорит, да, всё сделали хорошо. Всё было удачно, всё было прекрасно. Но через какое-то время у неё просто остановилось сердце и не завелось. Мы сидим и думаем, а правильно нам доктор сказал. Не надо так себя вести. А потом была женщина с кошками. Это просто моя любимая история. Привезли такую тётюку моих, наверное, теперешних лет. Она что-то на кровати сидит. Ой, мои кошки, мои кошки. Там всё, у вас кошки дома. Она говорит, а, эти кошки. А, собственно говоря, я из-за них сюда и попала. Мы, ну, расскажи же, интересно же. Она рассказывает историю, что она больная, в очень тяжёлой стадии, почти терминальной, одинокая, на попечении Красного Креста. То есть к ней приходит медсестра домой, кормит, моет. Но это не медсестра, это, ну, как бы медработник. Кормит, моет её все. У них две кошки. Были любимые, обожаемые, вместо детей, одинокая. А она лежачая. Она ходить не могла. Ну, лежит все и всё. А тут к ней не пришла медсестра. Вот не пришла. День не пришла. День не пришла. А что подумать-то? А тут кошки. Кричат, плачут, лоток полный, есть хотят, всё. И стала жалко кошек. И она, которая не вставала там, наверное, года полтора с этой кровати, она сползла. И как она там говорила, она ползла на кухню в прямом смысле этого слова. Просто ползла. Она не могла встать. Как-то она доползла, встала как-то. Ну, это было всё ужасно. Потом она ещё полдня ползла назад. На следующий день, когда опять к ней никто не пришёл, она уже как-то так приподнялась, она говорит, я уже на коленях ползла, на четвереньках ползла. Потом на коленях. Кошки, кошки, да? Кошки. Потом она поняла, что кончилась же еда. Надо выйти на улицу. Купить кошкам кошкам. И она пошла на улицу. Где-то через месяц, когда Красный Крест вспомнил о том, что у него такая вещь произошла, ну, как-то вот что-то там случилось. Кто-то в отпуск ушёл, кого-то не предупредил, да? К ней в дом позвонили люди. Она открыла дверь, там стоял милиционер и каких-то два ещё человека. То есть, ну, там думали, она умерла, а они пришли вскрывать дверь. А труп убойка мыл посуду. Они на неё посмотрели и её на скорой помощи отправили к нам в больницу. И она говорит, у меня ничего не болит. У меня вот там была какая-то шишка, но её нету. Я не знаю, куда она подевалась. Я в ванной помылся, она пропала. Я не знаю, где эта шишка. У них хлада бы здоров. Вот что это было? У всех, кто выжил, сейчас я плохо помню статистику. Боюсь ошибиться. Более пяти миллионов людей, с которых снят диагноз от кого рак, как бы какая-то группа заболеваний, да, сейчас живут в России счастливы. И это, так сказать, абсолютно неполная такая статистика. Ну, по цифру эту я примерно такую поняли. Нас очень много. А как вам кажется, кто заболевает раком? У кого случается онкология? Есть такое мнение, что это болезнь неотпущенных обид, скрытых каких-то переживаний. Я, как жена академика, которая воспитала армии студентов и аспиратов, украла у мужа одну манеру беседы. Когда говорят, есть мнение, чье мнение, когда высказанное, чем подтвержденное, какие проводились эксперименты по поводу этого мнения. Понимаете, в мое детство была шутка такая. Агентство ОБС все знает. Это агентство Однобаба сказала. А сейчас это агентство превратилось в агентство ОБН. Однобаба написала. И вот моя мечта, реально, так сказать, я пытаюсь это сделать, но у меня это пока не получается, но я это все-таки добью. Чтобы в интернете было строго-настрого запрещено писать на медицинские темы тем, у кого нет медобразования. Врачебного. Аптекарем. Неудачливым медсестрам. Злым людям, которые прикидываются врачами, докторами. Вот эти... Я могла бы вам рассказать одновременно смешные и трагические истории. У меня был мужчина в директе, рак прямой кишки, который страшно боялся. Я ему объясняла, что это не страшно. Тебе повесят в стому мешочек на живот. Тебе его повесят на 3-4 месяца. Потом это все уберут. У тебя все будет нормально. Эти мешочки, они теперь одноразовые. Выдаются бесплатно. Никакого запаха. Поверь мне. Нет, не пойду. Он отрывал в интернете. Рецепт. Как можно вылечить опухоль прямой кишки? С помощью свежего огурца. Угадайте, куда его нужно засунуть. И мне через какое-то время пишет его жена. Мы не знаем, что делать. Муж решил лечиться с помощью народной медицины вот этим замечательным методом. А теперь мы не можем достать огурец. Во-первых, поводное незнание анатомии. Прямая кишка закрывается круговой мышцей под названием сфинктер. Иначе бы мы просто сидели бы в туалете все время. Она очень сильная, эта мышца. И если она вот так вот захлопнулась за каким-то предметом, она сама не расхлопнется. То есть перистальтика обычная, позыв в туалет, не сработает. То есть только операция. Я говорю, вызывай скорую. Она говорит, он не разрешает. Я говорю, вызывай скорую, он погибнет. Его увезли в больницу. Там группа врачей прооперировала ему, одновременно удалив онкоопухоль. Прошло, наверное, месяца 3-4. Он мне пишет. А что я боялся-то? Я говорю, а я не знаю, чего ты боялся. Он говорит, а хорошо, ничего не болит. Мне уже все сделали. И с туалетом у меня нет проблем. Я говорю, я же тебе говорила. Понимаете, но это было вычитано в интернете. Это кто-то написал. Если это была шутка, то это была гадкая шутка, потому что есть люди, которые это могут повторить. Он это повторил. Нет ответственности за написанное. Есть группы, вот когда они говорят, интернет, не ходи в эти вонкофорумы. Не ходи. Там сидят не те люди. Иди в инстаграм Нии Блохина, Ронцру. Иди к ним. Там вся правда. Иди в инстаграм прекрасного, замечательного, обожаемого мной профессора Каприна, главного врача Нии Герцена, который рассказывает просто об уникальнейших операциях, которые они проводят, и как люди после этого живут. Иди в группу Рак Победим. Мы же закрыли пиратство. Да, оно возникает постоянно, но теперь уже это наказуемо. И как-то все это пришло в какой-то более или менее порядок. Начал приходить рынок и кинематографический, и наш рынок, и рынок песен. Я очень надеюсь, что мне удастся вот этих вот людей как-то... Ну, пускай пишут на другие темы. На кулинарию, например. В одном из интервью, по-моему, Юли Меньшовой сказали, мне кажется, я знаю, почему у меня случилась онкология, но это лично, и я не буду об этом говорить. Да, конечно, я знаю. И каждый онкобольной рано или поздно понимает, почему к нему пришла эта болезнь. Это абсолютно точно. Другой вопрос, что мало кто рассказывает, потому что это обычно очень такие стрессовые, сильные ситуации. Но все больные, которых я знаю, у меня огромный опыт сейчас, вот поле общения с онкобольными у меня огромное, да? У всех в жизни за какое-то время до начала всего была какая-то очень сильная стрессовая ситуация. Мне многие рассказывают, что случилось, да? И говорят мне, а почему я так переживала из-за этой ситуации? Она не стоила того. И это правда, она того не стоила, да? Ну... Мало, что в жизни долго имеет значение, но в какой-то острый момент человек укажет, что это конец. А спустя время, как правило, оказывается, что эта ситуация, она вообще в 99% случаев может забыться, но в момент, когда у нас вот эта острая фаза, вот это умение абстрагироваться от стресса, снять его, там, как-то нивелировать его, что со своим стрессом делать, и воспринимает его как большое горе. Вот здесь вот какая может быть психологическая помощь, поддержка? Ну вот, возможно, как раз вот ваши книжки и помогают. Значит, ангел мой, основное, с чего всё начинается у выцерковлённого человека, это обретение смирения. Что такое смирение? Многие люди понимают его как унижение. Да, вот тебя толкнули, а ты отходишь в сторону и вот никак не отвечаешь, а я бы ему дала, а она вот так. Нет. Смирение — это умение принять любую ситуацию спокойно и сделать из этой ситуации такие выводы, что ты из этого спокойствия какого-то внутреннего духовного не выпадаешь. Есть большая статистика по больным людям. Оцерковлённые люди выздоравливают быстрее и легче. Почему? Потому что воцерковлённый человек считает, что если он заболел на всё воля Божья, это испытание, которое надо пройти. Вот когда этот человек находится в таком состоянии, вот тогда он быстрее выздоравливает. Почему начинается вот это стресс и всё, человек не принимает свою болезнь? Самая частая фраза, которую я слышу о том, что онкобольных четвёртой стадии, я говорю, девочки, как вы это так запустили? Сейчас в особенности. Я боялась пойти к врачу, потому что он мне скажет диагноз. Это самая частая фраза. Значит, спрячем голову в песок и у нас будет всё хорошо. Это очень опасно. Ну и потом начинается «За что мне это?», а не тот вопрос. Не за что мне это, для чего мне это? Для чего? Любая ситуация, которая возникает в нашей жизни, она не бывает «за что?». Она бывает «для чего?». Я шёл, упал, сломал ногу. За что? Нет. Для чего? Чтобы ты полежала в кровати немножечко и подумала, может, тебе не надо так бегать везде? Может, какой-то смысл у твоей жизни совсем другой, а не побегушки по каким-то там местам. Понимаете? Вот случился инфаркт. За что? Для чего? Остановка на пути. Болезнь — это остановка на пути. Церковлённые люди считают, что болезнь — это посещение Божье. Потому что Господь даёт человеку время разобраться в себе. Понимаете, какая вещь, с кем человек никогда, практически никогда не знакомится за всю свою жизнь самим собой. Мало кто из людей себя спрашивает, а вот я, я могу ударить собаку? Я могу её ударить ногой? В дорогих туфлях Гуччи? А если на мне будут грязные резиновые сапоги, я могу ударить собаку? Нет этого вопроса. Нет вопроса, а что я вообще никогда в жизни не сделаю ни за какое золото мира? У меня это есть? Вот это у меня есть что-то вот такое? Или мне по барабану я очень люблю деньги? Я не могу наладить свои отношения со свекровью. Почему? Потому что она плохая? Или, может быть, я не хочу налаживать эти отношения? Можно подружиться даже со змеёй. подружиться со свекровью элементарно. Даю совет. Звонок по телефону. Здравствуйте, Марья Ивановна. Вот беда какая. Научите меня делать борщ, как вы делаете. Потому что мой муж говорит, что у меня так не получается, а я хочу готовить суп так, как вы. Да, этого говорить не хочется. Да, ты думаешь, что она противная баба настраивает против тебя мужа. А ты скажи на третий раз она тебе скажет, как она жарит котлеты. И с этого пойдёт. Ну, прогнись. Это тот случай, когда это надо сделать, если ты хочешь жить счастливым. Вот на что ты готова? Я люблю своего мужа, я его обожаю. Просто. А на что ты готова ради него? Со свекровью тут ты сердишься? Муж тебе от этого хорошо? Ты на эту тему думала, не думала? Люди о себе вообще не думают. Тот человек, который думает, он практически не попадает в стресс, потому что он понимает, как он поступит. А тот, который не думал на эту тему, он этого не понимает. На него это падает, как эта чушка цементная на голову. Бабах! Господи! А что же делать? За что? Не за что, для чего? Это тебе Господь объясняет, что ты как-то неправильно живёшь. Остановись, посмотри вокруг. Любая болезнь, абсолютно любая. сломанный палец, выдранный ноготь. Остановись. Вот на секунду посмотри на этот ноготь. А для чего это? Вы свою писательскую карьеру, вы же её начали как раз после, во время лечения. Да. На онкологию, то есть, по сути, вас болезнь туда привела. Да. Именно болезнь меня туда привела. И я, знаете, болезнь надаётся человеку во благо. Просто у каждого это благо, оно какое-то своё. И потом, невидимым нам Божий промысел, мы не знаем, как и что. А те люди, которые уходят, Господь собирает к себе человека раньше какого-то времени, да, в двух случаях. Это не я говорю, это я вам старцев цитирую. Либо когда человек очень хорош, и он уже не станет лучше. Всё. Как бы закончен его. Да? Либо когда он что-то натворит такое, что станет хуже. Мы не знаем, что впереди будет. А Господь знает. Поэтому вот так. Вы никогда не задумывались на такой вот вещи? Люди вообще на эту тему не думают. Ну вот смотрите, вы родились, учились, вышли замуж. Я такой стандартный путь рассказываю. Учили. Там дети, внуки. Хорошо, нехорошо. Квартиру купили, машину купили, дачу купили, шубу купили. Пришёл возраст, вы умерли. И всё. А зачем это всё было? Зачем вы жили на земле? Смысл вашей жизни каков? Нету смысла. Нету смысла. Все как бы съеденные макароны, читанные книги, она всё погибнет вместе с вами. Есть смысл жизни? Нет. А вот когда начинаешь понимать, что мы здесь живём как в школе, как в детском саду, что нас всё время учат, что нас всё время стукают, что нам всё время объясняют, какими мы должны быть. И когда после смерти наконец-таки оказываешься перед Господом, и понимаешь, что у тебя путь либо в Царстве Небесное, либо совсем в другое место, вот тогда становится понятно, для чего эта жизнь на земле. Это школа, это наше обучение. Тема, которую мы вскользь коснулись, ваше детство в Переделкино и ваше окружение, писательская среда, все советские классики. И я в одном из интервью читала о том, какую характеристику вы дали Лили Брик. Меня это по-своему как-то поразило, вот так как-то образно, хотя вы обычно очень лаконичны, а о ней вот так ярко, живо и образно написали, сказали, что она даже в старости выглядела как молодая, энергичная женщина. Она была красавица. Вы знаете, я иногда так смотришь на Осип Брик, Лиля, Маяковский, смотришь на эти старые фотографии и понимаешь, что они ничего не передают, вообще ничего не передают. Мы с ней познакомились, на Переделкино была такая поляна круглая, большая, там, наверное, километра три было её всё обойти, и в Доме творчества писателей, там был рядом Дом творчества писателей, которые жили в Переделкино, а у меня было задание там что-то прочитать Маяковского стихи, ну, школьные, на школу, да, и вот это вот в комнате двое, я и Ленин, фотография на белой стене, я иду, это ещё надо было ещё выучить, я иду, это бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы, открывается дверь, плетает женщина, такая маленькая, худенькая, рыжая такая, в таких совершенно невероятных туфлях на каблуках, а что ты Маяковского читаешь? Он говорит, вот мне задали это учебник, и показывали, она говорит, дай сюда, такая глупость, и бросила учебник в овраг, говорит, пойдём, я тебе всё расскажу, и поедуай меня по поляне, я таких не встречала, хотя у меня, честно говоря, и мама моя была достаточно таким экзальтированным человеком, и подружки, Ещё такого я не видела. Она меня втепила. Говорит, ты вот что знаешь про Маяковского? Я ей говорю, революционный поэт. Я хочу быть понят любимой стороной. А не буду понят, так что ж, над родной стороной я пройду стороной, как проходит косой дождь. Кто это? Я говорю, Брюсов. Она говорит, это Маяковский, а ты про него ни черта не знаешь. И повела меня по программе. И на мою голову детскую вывалилась тьма информации, которую я не могла переварить. Просто тьма, просто тьмище, ведро. Мы к ней эту поляну обошли, она убежала на дачу. Я стою, на меня думает, что делать? Вот что делать? Побежала к Валентину Петровичу Катаеву. Сестра Давыдовна, Валентин Петрович, Женя, их дочка, и внучка Тина, моя ближайшая подруга. До сих пор дружу. Я вхожу в дачу вся белая. Говорю, ай, дядя Валя. Я такую тетю встретила. Она мне такое рассказала про Маяковского. А что, можно жить втроем? Она это вам рассказала? Да, она мне все рассказала. А что это? А что это? Валентин Петрович, забыть не могу. Так сидел, значит, дача, терраса, такие кресла, например, такие соломенные. Он так говорит, эсточка. Жена Эстер Давыдова говорит, эсточка. Кажется, ребенок повстречался с Лилией и узнал много интересного. В общем, на следующий день я нарезала круги у кого дачи Катаняна, потому что я ждала, когда она выйдет. Она вас поразила харизмой своей? Я не знаю, чем она меня поразила. Я вам не могу передать. Но меня к ней притянуло, знаете, как бывавку к магниту. И мы с ней целое лето гуляли. Гуляли. В магазин вместе ходили в эту самую куда-то. Боже мой, что я только о ней не узнала. Но уже потом, потом, когда я узнала, что она сломала шейку бедра и покончила с собой, накопив лекарства, я не удивилась. Потому что в то время это была травма такая очень серьезная. В то время просто это было лежачий больной, который не делали операции, тогда еще не умели. И я не удивилась. Я бы как-то очень хорошо понимала, что она не смогла бы лежать в этой кровати. А как она взаимодействовала с людьми? Вы как-то сказали, что она была человеком, которому было абсолютно плевать на мнение окружающих. Да. Ей было все равно. На мнение окружающих и себе, да. Абсолютно все равно. У нее были такие белые сапожки. Вот такого вот, пример, высоты. Типа лаковые такие на каблуках. Короткая юбка. И рыжая коса. Ярко-ярко-рыжая такая, крашеная, хной такой, знаете, вот пельсиновый цвет. И она так шла по этой поляне, по этих сапожках, вот в этой вот юбке, в своем возрасте. Сейчас бы даже за это заплевали. А тогда так уж точно. И абсолютно, как вам сказать, абсолютно не обращайте на кого внимания. Да, она была прекрасна. Ну, она была одним из самых свободных людей, кого вы знали? Я плохо была. Ну, как-то очень свободный человек. Внешне — да. Но все-таки вы имеете в виду, что общение было не очень долгим. Это раз. А во-вторых, все-таки я была ребенком. Я была ребенком. И при всей ее, как бы, взрослости ее рассказов, как я потом поняла, конечно, что-то было подвергнуто цедуре. Я не знаю, почему, чем я ей понравилась. Я это, так сказать, до сих пор не могу понять. Но, скорее всего, знаете, такое щенячье обожание. Как объяснить? У меня есть несколько таких людей, которых я полюбила сразу, мгновенно и на всю жизнь. Вот Лиля была одной из них. Я попыталась ее назвать тетей Лиля. Он меня так посмотрел. Он говорит, я что, сестра твоей матери? Я говорю, нет. Она зачем Лиля? Просто Лиля. Это вот тоже был такой момент. Она, конечно, была необыкновенной. Ваше реальное имя гораздо интереснее, чем псевдоним. Обычно делают наоборот. То есть усложняют себе имя. Псевдониме. У вас же ваше настоящее имя Грепина куда более такое поэтичное. Ну, ничего. Вы знаете, с этим именем было очень масса всяких Грепинов в советские годы. Вообще бы я была одна, наверное. В школе я точно была одна. И в университете я была одна. Грепина. А потом, как меня только не называли? В ветеринарной клинике. Я принесла свою собачку. Доктор смотрит. Ну, там что-то выписал. Надо карточку заполнить. Он говорит имя. Я говорю, а Грепина. Девушка, не собачья кличка ваша. У вас очень семья необычная, окружение, имя. Потом у вас такие интересные факты биографии, что вы второго мужа встретили на собственной первой свадьбе. Он был свидетелем. А, да. Это реально, да. Я вспомнила правильно. Боря сейчас... Мы прожили вместе прекрасные семь счастливых лет с Борей. А потом очень тихо расстались, потому что мы поняли, что любви нет. Но зато мы прекрасные друзья. Но это как-то нас не устраивало по жизни. А Боря сейчас в Еле. Он профессор Еля. Мы с ним в переписке по письмам. Мне никогда не нравились глупые мужчины. Это просто как-то, простите, вот это как-то мимо меня всегда было. Вы очень часто говорите о том, что если бы вы что-то поменяли в своей жизни, то вы бы раньше пришли к вере. Да. Вы разделяете теорию, что к вере приходят в двух случаях. Первое — это поиски философского смысла, когда человек начинает задумываться, а как всё во Вселенной устроено, есть ли кроме материального мира что-то. А второе — это какая-то личная трагедия. К вере не приходят. Веру даёт Господь. И веру даёт Господь человеку в тот момент, когда он считает это нужным. Можно молиться всю свою жизнь, и так и не получить веру. В храм очень часто идут в той ситуации, когда тебе больше некому помочь. Не в ситуации отчаяния это происходит? Это не ситуация отчаяния. Почему же? Конечно, когда услышим диагноз страшный, когда случилась какая-то тяжёлая, очень жизненная ситуация. Да, да, это правда. Философский смысл жизни — это очень маленькая категория людей. В Евангелии сказано, будьте как дети. Это имеется в виду, что вы верьте в Бога как ребёнок, без сомнений. И вот тогда, тогда, да, там что-то откроется. А когда начинают возникать такие умствования всякие, а у этого так написано, а у этого этак написано, а этот святой такой писал, да, но это был его личный опыт. У каждого свой личный опыт. У каждого своя встреча с Богом. Нет двух одинаковых, вот этого пути, нет ни у кого одинакового, понимаете. На Спасе очень часто воцерковлённые люди, больные, приходят. И когда, в мою программу, и знаете, иногда они мне говорят, вот у меня муж бросил. Вот у меня рак молочной железы, меня бросил муж. Я говорю, радоваться надо. Она говорит, почему? Я говорю, ну вот молитва. Господи, среди прочего, человек просит, чтобы Господь от чего-то его избавил. И там есть слова. Господи, избави меня от людей некоторых. Вот он тебя избавил от людей некоторых. Проходящее было в твоей биографии лицо. Поэтому относись к этому как-то. Вообще с воцерковлённым человеком намного легче болезни разговаривать. Во-первых, потому что мы как бы на одной какой-то волне находимся. Мы друг друга больше понимаем. Но это то, что вы говорили об осознанном принятии этой болезни. Да, да. Как-то легче. Батюшки бывают, болеют. У меня был совершенно потрясающий батюшка. Рак желудка в очень тяжёлой стадии. Я говорю, Господи, как я благодарен Богу за то, что он меня послал в эту болезнь. Он говорит, я никогда не молился с таким чувством и с таким восторгом, как сейчас. Что является мерилом успешности вот в этом мире светском? Машина, квартира, какая-то слава, которая у тебя есть. Статус и деньги. Деньги, статус. В мире храма оно всё перевёрнуто наоборот. Верующие люди очень боятся, когда их хвалят. Когда меня начинают хвалить, я ничего не могу с этим поделать, но я вся ёжусь. Новая этика. Вы знаете такое понятие? Ну, примерно понимаю. Но, очевидно, до глубины, не знаю. Ну, её основными приметами являются то, что сегодня в западном мире очень популярна идея того, что каждый сам выбирает себе гендер. Но в основном это связано с гендерными историями и с новыми этическими, так скажем, установками. Те же истории там харассмента, мету, они все тоже идут из этих новых представлений об этике. Вы неглубоко погружены в эту тему. Я хотела просто спросить, что вы об этом думаете? Я об этом ничего не думаю. Я об этом ничего не думаю. Я думала, что если двое мужчин или две женщины в тишине своей спальни делают что-то друг с другом, это личное дело этих мужчин и этих женщин. Если это двери закрыты, почему нет? Никто не имеет права лезть в чужую постель. Если в вот эти такие сексуальные отношения не вовлекаются дети, не вовлекаются подростки, если они происходят без насилия, если это только вот эти двое людей, которые решили, да, у меня есть знакомые французы, пожилая пара, они всю жизнь живут вместе. Живут и живут. Они, так сказать, не то, что это все близкие друзья знают, но они это не афишируют, никакого такого нету эпатажа во всей этой ситуации. Ну, так получилось у них, и они так вот вместе. Вас, как верующего человека, это не задевает? У верующего человека никого не осуждают, не хочет, очень боится этого, это раз. А во-вторых... Почему-то это очень часто противопоставляют, что если случаются гендерные истории в контексте новой этики или однополые отношения, то это обязательно идет поперек веры, и, соответственно, как бы веру начинают критиковать. Можно критиковать верующего человека. Или институты вокруг. Да, но веру саму критиковать невозможно. В Ветхом Завете, в Пятикнижии, в книге Левит, или в книге Числа, я сейчас могу перепутать точно, там, где давался Господом закон Моисею, и где все очень четко расписано, там было написано, что если мужчина ляжет с мужчиной, это мерзость. Это было четко прописано в Моисеевом законе Господа. Поэтому, естественно, верующие люди не очень приемлют для себя это. Если человек стоит в храме на литургии, даже каждое воскресенье он не всегда верующий. Если он, подойдя к причастию, весь такой верующий, или ты вся такая в платочке, в юбочке, стоишь в храме и шипишь, а вот эта вот пришла-то без платочка, юбочка-то на ней не такая, ты не верующий. Ты просто стоишь в храме. Важно, потрясающая история с Алексием Первым, по-моему. Когда он произнес такую проповедь в Переделкинском храме, он вышел на Салею и сказал, в прошлое воскресенье здесь была женщина с ребенком, которая ушла, потому что кто-то ей сказал, что она одета не по-церковному. Он говорит, я знаю этого человека, и я хочу, чтобы он всю жизнь молился за эту женщину, за этого ребенка, чтобы они вернулись в храм, развернулся и ушел. Поэтому если ты, выйдя из храма, выругался матом, кого-то толкнул, ты не верующий. Ты человек, который ходит в храм и считает себя верующим. Если человек верит, он не будет осуждать того, что люди делают в своей спальне. Но если человек использует для этого ребенка, то вот это мне все очень не нравится. Когда в соцсетях идет активная пропаганда, мне это очень не нравится, потому что это то, что люди должны решать для себя сами. Случилась какая-то ошибка, какая-то гормональная, ну как вот какая-то случилась ошибка. Ну да, вы знаете, статистика-то вот по подросткам, которые на волне моды решили поменять пол. Большинство из них где-то в возрасте за 20. Жалеют. Очень горько об этом жалеют, но назад дороги нет. Нет назад дороги. Одну такую девочку я знаю, она у нас в фитнесе занимается. Нет назад дороги. Всегда нужно очень хорошо подумать на эту тему. И что-то, как мне кажется, пропагандировать не надо. То есть вы за то, чтобы решение осознанное принимал уже взрослый человек? Я считаю, что решение осознанное должен принимать взрослый человек. Я считаю, что взрослый человек не должен вовлекать детей во всё это. Ни в коем случае. То есть давать возможность выбрать пол. Да. И я считаю, что пропаганда всего этого, в особенности в школах, вот это неправильное дело. Этого делать нельзя. А что делают взрослые люди? Это их личное дело. Вы же никому не рассказываете, как вы спите со своим мужем. Это только ваше дело личное. Да? Вы сказали в начале нашей беседы, что нет хорошей и плохой литературы. Есть жанровые особенности. Есть жанровые особенности, есть хорошие. Может быть плохо написанный детектив, неинтересный для кого-то. А для кого-то он будет интересен, ему как раз подойдёт. Вы честно убрали лишнюю образность, как мне кажется, для того, чтобы сделать более такой живой, простой, лаконичный язык. И если я буду как Тургенев начинать, или как мои любимые Генрих и Томас Манн, начинать на одной странице абзац, описание дерева, и заканчивать его на пятой странице описания дерева, у меня пропадёт детектив. Тургенев – это быстрое действие. Так я к тому и говорю, что мне кажется, что ваш отказ от этой образности, он фактически делает произведение беспроигрышно, неплохим в любом случае. Потому что что, для меня вы можете не согласиться со мной, знак не очень качественной литературы. Это претенциозное использование художественных средств, такая откровенная графомания. И вот всё то, что в любовных романах, вот эти клише, её тело в какой-то истоме, что-то там как-то… Да, он подошёл ко мне, разрывая на себя рубашку от страсти. Вот типа этого. Вот у вас ничего этого нет. Но у меня другой жанр. В детективах тоже иногда образностью злоупотребляют, и снег искрится с такими пошлыми сравнениями. Вот я против того, чтобы заниматься критикой чужого творчества. Мы же никого не называем, мы говорим о приёмах. А неважно, называем или не называем. У каждой книги есть свой читатель. Их может быть 10 человек, но этим людям эта книга принесёт радость. Она имеет право на жизнь. Для вас неприемлема ситуация, что вы можете какое-то произведение назвать плохо написанным. Да, конечно, потому что своё могу назвать, чужое нет. А если без имён, без названий? Ангел мой, а кто я такая, чтобы критиковать чужое произведение? Кто дал мне это право? Вы писатель, журналист. Нет, мне никто не давал этого права. Если я писатель и журналист, я должна писать и журналистить. Но ни в коем образом я не должна лезть в... Не надо путать журналистику с выливанием помоев на кого-то. Это совсем другое. Понимаете? Журналистика — это... Юлиус Фучик. Люди, я люблю вас. Будьте бдительны. Никто, наверное, уже про Юлиуса Фучика и не знает в наше время. Ну, мне кажется, ещё моё, может, поколение знает. Ну, смутно. В моём детстве улица его именем называли. Да, улица Гашика, там стоит гостиница Пекин. Книга, если она написана, если она издана, значит, издательство отвечает за свой продукт. Соответственно, в ней что-то есть. Вы это не увидели, она не ваша. Вы можете выйти замуж за всех мужчин? Нет. Вы нашли какого-то одного для себя, понимаете? И дети тоже, предположим. Они ваши. А вот эти не ваши. Вы будете к ним хорошо относиться, к не вашим детям. Вы их не будете бить. Если вы увидите, что ребёнок попал под машину, вы броситесь вызывать доктора. Да? Но разорвётся ли ваше сердце так же, если это случится с вашим ребёнком? То же самое с книгами. Один человек берёт в руки книгу, которая вам кажется с претензией, а другой вот от этого раздирания на груди рубашки приходит в полный восторг, потому что это совпадает с её мыслями о красивой любви, которой у неё нет. Она не понимает другого. В её понимании любовь — это разодрать рубашку. В её жизни это никогда не случилось. Знаете, какая самая большая проблема в онкологии? Вот самая огромная проблема в онкологии — это нежелание больного выздороветь. Она говорит часто женщине, «Я выздоровлю, я хочу очень». На самом деле нет. Знаете, почему? Женщина лета так 45-ти, бухгалтер. Никакой бухгалтер. Всю жизнь на одном месте и такой средний работник. Двое детей, выпивающий муж, дети троечники, маленькая квартира, свекровь, которая её терпеть не может. И об этом ей говорит. То есть у неё любви нет вообще, никакой её никто не любит. Она, знаете, как автомат. Живёт, работает, работают, дети, всё привычно, муж не выпил, уже хорошо. А тут ей встаёт диагноз — онкология. А люди-то хорошие, добрые. Её сотрудники из угла пересаживают в центр комнатки, потеплее, а так надует. Выходит начальник и говорит, «Дорогая, вы такой шикарный отчёт сделали. Отчёт, как всегда, барахло, но он хочет её поддержать». То есть, понимаете, к ней пошёл поток от начальника, она приходит домой, а дома-то тоже, в принципе, всё нормальное у неё. Просто такие, ну что, мужу страшно стало. В принципе, он её любит, просто пьёт. Он пошёл на клумбу, нарвал цветочков. Дорогая. Букет принёс. Это единственный, второй букет, наверное, первый был на свадьбе. Всё. Свекровь прикусывает язык, у неё своё в голове крутится. Это умрёт, придёт другая, выгонит же бабку-то. А это терпит? Ну, ну садись, я тебе блинчики испекла. И у детей там где-то шевелится, что-то мама умрёт, а мы двоечники, они начинают носить тройки. У неё в жизни появляется любовь в её понимании. Маленькая, скудная, но любовь, понимаете? Она захочет этого лишиться? Она говорит «да». И она этого не оценивает. А там внутри в подсознании сидит. Вот ты сейчас выздоровела. Что она хочет болеть. Да. Ты сейчас выздоровела, и ты опять сидишь у окна, и никаких тебе букетов, и снова свекровь на тебя орёт. Я этого не хочу. Вот это самое страшное, потому что вот это даёт огромное количество смертей. Вот эта вторичная выгода, так называемая, вот она прямо перед нами. Конечно, тогда раздираю на груди рубашку. Конечно, у меня такого никогда не было. Как в современных реалиях самый тиражируемый, популярный писатель Дарья Донцова вот сегодня, в 21-м году, себя ощущает? Я всегда как-то себя хорошо ощущала. У меня никогда не было мыслей, что мне плохо. Мне в мои невоцерковлённые времена никогда я покупала картошку на суп по счёту. Две картошки ребёнку в суп, одна картошка ему на ужин. Были такие, да? Не те времена, когда я мыла туалеты на вокзале. Я была счастлива. Какая разница? Человек-уборщик, мусорщик, учитель, академик. Разницы нет. Важно, какой он человек. Я знаю очень многих людей, которые говорят, это его выбор, значит, он ничему не научился, значит, он бестолковый, или где-то сломался, или что-то такое. Я не могу комментировать чужое мнение. У меня оно иное, вот и всё. То, что касаемо меня. А то, что думают и говорят чужие люди, другие разные, посторонние, но это значит их мнение вот только и всего. Другой вопрос, понимаете, если вы видите бомжа на улице, который просит денег у магазина, надо бы подумать вот о чём. Вот ты идёшь мимо него, вполне успешный, и морщишься при виде этого человека. А ты такой успешный идёшь, потому что Господь тебя держит в руках. А этого человека он отпустил, и он упал. Почему ты не знаешь? Ты не знаешь ни жизни его, ничего. Что-то было. Для чего он упал? В какое-то себе научение. Это не твоя история. Но если ты будешь смотреть на этого человека с презрением и считать, что ты лучше, в какой-то момент Господь может отпустить тебя. Спасибо вам большое за разговор. Мне очень-очень было интересно. Может быть, не все вопросы понравились, но я просто старалась сделать так, чтобы все, у кого были хоть какие-то вопросы, чтобы они как-то были сняты, наверное. Спасибо. Мне тоже у вас очень понравилось. Нет вопросов, которые мне не понравились. И как бы нет такого определения вопроса, нравится или не нравится. Просто есть вопросы, на которые я не могу ответить. В силу того, что я не знаю, как на них отвечать, откуда я беру книги. Мне тоже у вас очень понравилось. Спасибо. Вы светлый луч во мраке интернета. Спасибо. Привет, молодец.